дорогие друзья прошло рождество я поздравляю всех с новым годом с рождеством я ходил наш православный храм кстати украинский православный храм у нас майами очень хороший приход и я там и на пасху и всегда и все русскоговорящие все русскоязычные и украинцы и россияне все приходим и все как друг друга любим знаем ходим по крестному ходу отмечаем именно этот праздник и мне конечно очень обидно что по донецку нанесли удар именно по храму по тем людям которые пришли на службу это очень плохо это конечно решение просто варварская потому что люди пришли отдать дань своей вере своему сознанию и вдруг их начинают убивать это очень плохо вообще война это вообще плохо и спецоперация и то что украина называет и мы называем это спецоперация россияне потому что я гражданин россии это все неправильно ну надеюсь когда-то это закончится и как можно быстрее наступит мир и чтоб этого больше никогда не было я же хочу к вам обратиться в канун старого нового нового года поздравить вас всех с наступающим старым новым годом по старому календарю мы его тоже отмечаем потому что все отмечали в советском союзе именно до создания советского союза старый новый год и это праздник ничуть не меньше чем новый год потому что новый год был придуман советской властью а старый новый год он был именно нашими предками придуман и весь мир подхватил и празднует каждый по-своему свои новый год еще рассмотрим документ я буду немножко говорить по по длине и почему потому что я буду выставлять вам документ чтобы его внимательно могли прочитать вот савеловский суд будет рассматривать поступившие заявление 8 ноября двадцать третьем году и судья у нас соломатина а признание завещания сергея кузнецова недействительным назначенное заседание на 15 февраля 2024 года на 14 00 почему я это говорю потому что вот многие мои недоброжелатели которые меня не любят потому что вы поддались пропаганде убийц которые убили юру шатунова убили сергея кузнецова и пытаются сейчас на этом зарабатывать деньги с помощью этих подручных девиц лёхи чумаковой они взяли у них доверенность потому что они недалекие люди они взяли доверенности и банда мафия начинает зарабатывать деньги и вот мое сегодняшнее обращение к вам я вам раскрою просто схему как они это делают как они зарабатывают деньги по моим подсчетам они уже заработали на смерти юры шатунова около 85 миллионов рублей и конечно же эти все деньги пошли на борьбу прежде всего со мной с правообладателями в америке и бедолага попала под эту раздачу их еще 92-летняя мама сергея кузнецова валентина алексеевна кузнецова директор бывший пансионата вообще уважаемая женщина она попала тоже под эту раздачу потому что банда когда грабит это же кущевская схема кудряшова он с кущевки и и коля бешеный его друг покойный вор в законе и вы помните что они там творили на улице зеленой сколько людей поубивали а потом мы помним публикации что мафия это крышевалась даже генеральной прокуратурой россии а также судьями краснодарского края правоохранительными органами кущевки которые были потом уволены эти правоохранители и судьи охват этой мафии был настолько велик и плюс к ним добавился педофил их земляк но никто не знал о том что он педофил у нас будет отдельная программа по кудряшову и по кузнецову если кузнецов у нас признан больным невменяемым и вот я вам сейчас показываю решение исправки смотрим внимательно что он был признан судом невменяемым то к нему вопросов никаких нет но почему я делаю это интервью я показываю еще один документ очень важный документ он датирован 11 05 2021 года оренбургская областная клиническая психиатрическая больница номер один но вы имеете ввиду что мы будем немножко за закрывать персональные данные но я вам зачитаю этот документ чтобы вы понимали минздрав россии оренбургская клиническая областная больница номер один отвечает у мвд россии по оренбургской области межмуниципальное управление министерства внутренних дел российской федерации оренбургская значит кому отвечает значит старшему дознавателю о д.о.п. номер 4 мвд россии оренбургская майору полиции ею костицыной что они пишут сообщаем мы вам показываем эту бумагу но закрываем персональные данные чтобы как всегда эта банда не могла закрыть это видео что они пишут здесь смотрите сообщаем что на ваш запроса двадцать шестого ноль четвертого двадцать первого года номер двадцать дробь четыре двести пятнадцать что кузнецов сергей борисович шестого ноль первого шестьдесят четвертого года рождения зарегистрированный и проживающий по адресу город оренбург улица лексимбург номер дома не будем говорить потому что персональные данные наблюдается у психиатра значит о чем это говорит справка что кузнецов совершил очередное преступление так как он совершил его в двенадцатом году и он был тогда освобожден от уголовной ответственности и судом назначена экспертиза который подтвердила что он не вменяемый недееспособный и что он подлежит не отбыванию наказания а лечению на протяжении каждого полгода он проходил лечение с двенадцатого года и получил естественно справку что он инвалид именно второй группы бессрочную пожизненную что он инвалид именно по психическому заболеванию это очень важно малахов стал об этом я ему об этом говорю что нельзя по закону о печати российской федерации на федеральный канал вызывать человека который является психически нездоровым человеком и признан даже судом несмотря на то что малахов должен просто увидеть справку инвалид второй группы и просто сделать запрос псих диспациент психиатрическую больницу номер один области ему бы подтвердили этот диагноз и он не имел права вообще его вызывает то же самое случилось с нтв нтв проиграли мне тогда полмиллиона долларов я экспас я просто взял 7 часов про себя 2 января окулистиков обо мне выписали в рекламное время с 10 утра до 7 вечера показывал фильмы про меня чтобы эту сумму отработать мне за что был потом уволен с канала нтв но суд он проиграл потому что он пригласил в студию закашанского психически нездорового человека инвалида второй групп именно это обстоятельство и позволило мне выиграть суд но малахов зная об этом заманивал кузнецова и мать я вам показывал вот видео у меня там есть видео мое она называется вот сейчас ссылочку мы сделаем андрей разин мама сергея кузнецова подала в суд на светлану чумакову вот это видео посмотрите как они делают как они заманивают как эта бригада работает как оператор становится директором как они обманывают пожилого старого человека опекуна недееспособного человека я не случайно в этом видео поставил вам на моем канале вы можете увидеть в социальных сетях как они обрабатывают эту женщину притом тупо нужно взрослые люди и вот никто вас если вы не захотите там как вы говорите там не можете на публику да никто вас не заставит вот выходить на публику тогда зачем я вам нужен вы нужны нам для того чтобы встретились с нашим юристом я не думаю что это как-то поможет наш юрист за наши деньги берется вам помогать он вы подпишете с ним договоры вы должны подписать все вот мама подпишет вы все эти условия проговорите в этом контракте все говорите но почему вы не понимаете я вот маленький человек я не только вещей не решаю я для этого прошу успеха чтобы вы решили все мама мама как ты думаешь если мы с ленкой станей и женькой вместе роним и с юнкой без тебя а я за тебя боюсь топорно потому что команда малахова непрофессиональная состоит из каких-то бомжей я их так называю бомжи которые могут за деньги уговаривать людей и как они эту старую женщину вы посмотрите пытались заманить но естественно они не могли заманить психически больного человека нужно было согласие опекуна потому что он не дееспособны и вы посмотрите саму схему вы подпишите договор потом уже доходит до того что они эту женщину престарелого возраста готовы ввести в москву лишь бы она подписала им документы юридически захват ласково мая это сладкая тема но я всегда держал ее пока три года назад не уехал из россии я держал все в правовом поле по сегодняшний день держу почему я вам сейчас объясню они естественно это банда кущевская там адвокат нотариус прописали эту липовую жену другой липовой жене сергей кузнецов чтобы вы понимали перед смертью написал заявление что он хочет развестись той женой с лесбиянкой лёхой что он не состоит с ней никакого отношения потому что сергей кузнецов получил инъекцию еще 1986 году с разрешением матери и он не может иметь детей и это было сделано только из-за того что тазикенова на на него написала заявление открываю вам очень серьезную информацию именно тазикенов написал на него заявление в 1986 году когда 87 то есть когда я его естественно освобождал от тюрьмы потому что он был уже безопасны потому что он был введен в инъекцию и он не мог уже исполнять никакие функции как мужчина и детей он не имел о чем сама валентина миссия на говорила что он не имеет детей и иметь их вообще не мог вот только после этого я его взял коллектив он месяц проработал и опять начал просто спаивать детей и делать сафари я естественно это все прекратил он уехал в оренбург под начало матери и мать за ним следила и он 20 лет у меня работал получал 1000 долларов в месяц до 2008 года поэтому все эти маматовые все этих лига про все эти аферисты жулики которые приезжали сергей кузнецов давным давно передал авторство этих песен именно 27 песен мне и никаких решений а он передавал это когда был вменяемый когда был здоровый и это все он подтвердил в суде тогда мы проверяли исправки все представили что он не состоит нигде на учете он выпил клофелин и запил водкой и у него отнялась рука и у него произошло психиатрическая шок беде припадка который был отправлен тут же психиатрическую больницу номер один и после этого пытались его вылечить руку ему вернули функции тела вернули речь не смогли до конца вернуть после этого но и далее валидность второй группы и недееспособность подтвердили в двенадцатом году промышленным судом и большой врачебной комиссии после этого люди не оставляли возможности такие как проходимцы маматов кудряшов и другие за получить права на то что не принадлежит уже сергею кузнецова принадлежит по праву мне и вот поэтому создавались эти договора и 2005 году сергей работал у меня и мы решили сделать все таки решение суда который не ничему не обязывала мы его сделали только для того чтобы все эти коршуны и шакалы понимали что все что они заключили с пьяным или там с невменяемым человеком все это не действительно вы посмотрите это решение суда в котором написано что все ранее принятые решения с 92 года аннулируются 2005 год так мы отшили от сергея кузнецова очень большие проблемы и он еще три года работал со мной пока кудряшов со своей банда не решил на нем заработать вот теперь мы переходим к нашему иску к валентина алексеевна который подала в савеловский суд города москвы еще раз говорю что в савеловский суд города москвы с помощью малахова именно малахов в этой схеме его люди по старой схеме кудряшов понял потому что когда мне было 55 лет и малахов говорит давайте с юрой выйдем на связь чтобы он сами с это с германии тебя поздравил с днем рождения на что кудряшов объявил марине директору малакова счет 1 миллион долларов если вы хотите чтобы шатунов поздравил на 55-летие на федеральном канале моего кума ну меня меня поздравить нужно заплатить 1 миллион долларов до юры шатунова никто не мог дозвониться несколько раз несколько директоров звонили кудряшову на телефон и он подтверждал все время эту сумму 1 миллион долларов вы федеральный канал вы на этом зарабатываете у вас очень много денег я знаю кто содержит вашу программу для вас ничего не будет стоить заплатить нам миллион долларов мы и так на халяву на ваш канал выходили в эфир прямой у зеленского как ведущих был прямого эфира покойные потом еще там был какой-то ведущий мы вам и так бесплатно подарили теперь платите нам типа деньги и естественно тогда андрей мне сказал гэт шатунова не будет давай какой-то замену ищи и я нашел человека в болдаве такого же роста как юра надел юра на одежду который у нас находится в музее и вышел в эту программу и спел живую белые розы много сюрпризов сегодняшнего вечера кем стали солисты группы ласковый май алла пугачева владимир жириновский все это далее мы поздравляем ласковый май андрея разина с днем рождения оставайтесь с нами еще раз всем добрый вечер друзья сегодня наша программа посвящена группе ласковый май андрею разину который отметил 55 и юри шатунову который отметил 45 друзья и у нас есть сюрприз для всех поклонников ласкового мая для андрея разина и для вас друзья встречайте наш бой да немного теплее за стекло но злые морозы вкажу в этой двери словно сад июльских цветов я их так хочу согреть теплом но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов белые розы я их так хочу согреть теплом но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов белые розы белые розы белые розы беззащитных шипы что с ними сделала снег и морозы лед витрин голубых люди украсят память свой праздник лишь на несколько дней и и оставляют вас умирать на белом холодном окне и 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 в нашей школе вот тогда любили группы секрет понимаешь ахахаха вот это очень сильно не понравилось кудришову потому что как бы Юра Шатунов был но Юры Шатунова не было и мы все это обыграли в мое день рождения и естественно канал ушел и когда кудришов вышел на войну то он естественно вспомнил о том что он предлагал там миллион долларов и тогда когда Малахов переобулся в воздухе и решил кинуть меня, лишь бы только заполучить такой медиаресурс, как Юрий Шатунов, уже бесплатно. Вы понимаете, не миллион долларов, а бесплатно. И вот Малахов по этому недалекому человеку собрал студию, показывает, кстати, мое выступление, где я пою «Вживую седую ночь», они подкладывают фонограмму с «Белые розы, белой зимой» 20 лет спустя в Санкт-Петербурге, которую я пою с Юрой Шатуновым в дуэте. Я пою песню, она, кстати, эта песня также вошла в фильм «Ласковый май». Вы ее можете в финале увидеть. Юрий Шатунов! И снова седая ночь! И снова седая ночь! Знаешь, седая ночь, ты все военные, ты все-все! Но даже если ты хочешь, не можешь идти на ночь! И снова седая ночь, ты все-все! И снова седая ночь, это все-все! И снова седая ночь! И все, и все, и все И все, и все, и все И все, и все И все, и все Они их посадили в студию, показали их лица шамленные, добавляют именно этой активности и берут просто, монтируют голос. Мы же, когда заказали, я подал в суд, мы заказали экспертизу. Они, что Малахов сказал? А нету этой фонограммы и нет этой записи. Мы не можем экспертам Москвы предоставить эту запись так, как она была удалена. Вы понимаете, они даже на экспертизу не пошли. Они понимали, что эту фонограмму, которую они подложили под видео, эксперты определят. И тогда Малахов прислал в суд Кантемировский, что нету этой программы. Она типа размонтирована. Вы понимаете, до чего это все дошло? Это подлог, это подлог, жульничество и аферизм. Но самое главное, я вам рассказываю дальше. А дальше, так как уже Малахов вошел в эту банду и уже практически с ними работает, он оповещает на всю страну. Он выходит на сцену, кстати, на этот концерт адский, который я проклял, еще раз подтверждаю. Он выходит на сцену и говорит, что Юра умер из-за этого продюсера. Ну, боится уже, падла, называть мое имя. Ну, конец твой тоже близок. И эта падла сам делал все, чтобы убивали Кузнецова и убивали Шатунова. И обобрали его мать. У них единственное, что не сходится, они никак не дождутся смерти Валентины Алексеевны. Они не могут понять, на чем эта женщина держится, почему она не умирает. Я очень благодарен сиделкам, благодарен там неравнодушным людям. Я отправлял деньги, эти деньги не доходили, их воровали. Но я очень благодарен тем людям, кто ее сегодня окружает, потому что они ей продлевают жизнь, она борется за Сергея, за права его. И что они делают? Они берут под видом похорон, сначала привезли на похороны, потом привезли на 9 дней. Вот в этой программе Андрей Разин, мама Сергея Кузнецова подала в суд, там более подробно все рассказано на моем канале, можете посмотреть и в соцсетях. Они привозят Сергея Кузнецова, я думаю, что Малахов знал, зачем он привез Сергея Кузнецова. Они его приволокли в Савеловскую, в Мещанскую милицию, человека невменяемого, недееспособного. Его единственный опекун, мама, значит, они сделали какую-то левую справку, что типа он меняемый. Как он может быть меняемым, если он признан судом? Если вот смотрите, в 21-м году он совершил преступление и дело было закрыто, потому что судом промышленного суда было признано, что он недееспособный и судить его нельзя. Даже вот 11.05.2021 года следователю, майору полиции Костицыной отвечают, что он психически нездоровый. Значит, он совершил опять преступление какое-то, его нельзя за это сажать. Нет, в Мещанске следователь его допрашивает, у него слюни текут, он больной человек, у него трясутся руки, у него заторможенная речь. Они вот волокут на эту студию, затаскают его в эту студию. Шатунов играет слезы, играет то, что он Сергей, так ты помоги Сергею, хоть одну копейку денег дай, все, что ты там напел за все это время, ты ласково маю не платил, мне никогда ты не платил. Вот я сейчас показываю вам документ, что Руслан Филатов, став, например, правообладателем, и, кстати, вот я вам показываю специальное решение суда. Вот я и адвокату нашему, который будет представлять интересы в Совеловском суде, хочу показать это решение суда. А также Попову, председатель, прокурору города Москвы, Денис Геннадьевич, посмотрите, пожалуйста, на этот документ. Это решение суда, и посмотрите дату, это решение суда именно 20 мая 2016 года, где я, как правообладатель, законный правообладатель, передаю, прошедшие все верховные суды, утвердившись меня правообладателем, всех 27 песен, включая «Седую ночь», «Рад тебя». Я специально говорю подольше, чтобы вы это решение суда видели. Так вот, это решение суда никто не отменил. Решение суда, где я передал законно, продал эти песни Филатову Руслану Анатольевичу предпринимателю, никакому не водителю, предпринимателю, успешному человеку. И именно это решение суда никто по сегодняшний день не отменил. И Руслан Анатольевич законно был в РАО зарегистрирован по этому решению суда. И Руслан Анатольевич написал заявление, когда по законам Российской Федерации и по законам Соединенных Штатов Америки продал эти права американцам. При этом уплатил все виды налогов, которые мы, естественно, представим в суд. И сегодня на основании этого американцы, как добросовестные правообладатели, уже третьи правообладатели этих песен, зарегистрировали это в Конгрессе, в библиотеке Конгресса США. И посмотрите, вот этот главный документ, аналогичный документ был у меня с Юрой Шатуновым, когда я был правообладателем. Это говорит о том, что с Юрой Шатунова ни я, ни Филатов, Руслан, не получали ни копейки денег. Мы заключали с Юрой договор на безвозмездное пользование этих песен. И теперь вы понимаете, что эта кущевская банда натравила, именно взяли у человека с средним образованием доверенность, и сейчас взяли доверенность у его якобы вдовы, и детей, даже детей не жалеют. И травят именно в эту всю бойню. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Посмотрите, Денис Геннадьевич, ну вы же юрист. Вот, решение суда, вступившее в законную силу и неоспоренное, действующее. Филатов является правообладателем этих песен. Кудряшов от имени псевдо-вдовы какой-то, я не знаю, кто там, Чумакова, продает и получает деньги. И эти деньги кидает на то, чтобы незаконно все это делать и бороться против не только уже меня, а против матери, которой 92 года. Я хочу обратиться к прокурору города Москвы, к Михаилу Юрьевичу Птицыну, председателю Московского городского суда. Знаю его как профессионала, человека очень порядочного, который не позволял никогда подобных вообще действий, придя в Московский суд и навел порядок там. Также Макаренков Дмитрий Валентинович, который возглавляет Савеловский суд города Москвы. Но обратите внимание, пожалуйста, на эти документы. Ведь они же практически сделали вот это с больным человеком, это один вопрос. Это адвокат будет доказывать, что человек больной, что Сергей действительно страдал, что Сергей инвалид. И что он недееспособный, что без разрешения его опекуна матери, он лишил практически мать на средства существования. Потому что 27 песен, это не 200 песен, которые Кудряшов, кстати, единственное, почему можно отменять это решение. Я хочу обратиться к Михаилу Юрьевичу и Дмитрию Валентиновичу. Прежде всего можно отменять на основании вот этого решения суда, что это принадлежит, на сегодняшний день это решение вступило в законную силу, но не отменено. Что именно в это завещание они вставили эти бандиты, вставили эти песни. И на основании этого они вынесли, начали заключать договора. Попал Сергей Лазарев, попал канал ТНТ, попал Федя Бондарчук и там 10 продюсеров, включая очень серьезную фирму, связанную с большим-большим именем Российской Федерации. Это банда сумела вас убедить и наврать вам решение суда, которое отменено 2005 года, которое мы с Сергеем Кузнецовым сделали именно для таких шакалов. Оно ничего не решает, потому что есть другое решение суда, которое мы с Сергеем сделали, что я автор этих песен. Поэтому оно ничего не решает, но по законодательству Руслан Филатов по сегодняшний день, по данному решению суда является правообладателем и добросовестным, добросовестным приобретателем, который добросовестно продал эти права американцам. Прошу этих людей и Дениса Геннадьевича, и Михаила Юрьевича, и Дмитрия Валентиновича, но обратите на это внимание. Ну, существует, но помогите. Адвокат, который работает сегодня в защиту матери, который 200 песен украли, все украли, она теперь вообще без средств существования. Ей нужна сиделка, она получает 37 тысяч пенсию. Да, мы выходим, сейчас постараемся как-то помочь, но я отправляю деньги, вроде бы надежные люди, дидюны, вроде бы как приближен был к Сергею Кузнецову, но 100 тысяч отправили, он украл. Понимаете, все воруется там. Поэтому тот адвокат, который сейчас за свой счет приезжает к вам в Москву, он будет сейчас пытаться защитить эту несчастную женщину. И помогите, пожалуйста. Вы как прокурор города Москвы, вы как председатель суда, очень уважаемый, но помогите этой женщине 92 года, защитите ее. Я сейчас не могу, потому что я прошел операцию, у меня идет еще курс восстановления, я три года назад уехал, поэтому я не могу сейчас включиться. Но если от меня какие-то бумаги нужны, мои представители представят адвокатам все документы. Но вот только по этому решению суда, что именно в завещании были указаны эти песни, вот оно вступило в законную силу, уже можно отменять это завещание. И Валентина Алексеевна будет хоть какие-то гроши получать. Не затягуйте это дело. Не слушайте этих кущевских адвокатов и кущевскую банду, которые устранила и Кузнецова, и устранила Юру Шатунова. И теперь оббирают бедную несчастную женщину. Мое обращение не только к силовым, к силовикам, но мое обращение и к директорам, артистам. Вы куда смотрите, как администраторы? Вот если бы у меня Сережа Лазарев, я тебе хочу сказать, Сережа, если бы у меня или у Мирчика, или у кого-то работал бы такой директор, который не разбирается в документах, который даже не соизволил созвониться с правообладателями и узнать вообще реальную ситуацию, берет тебя, подставляет под такой красивый проект, который мне нравится, кстати, на французском, где ты спел. То же самое слово пацана. Федя, ты-то профессионал, со мной работал, Мондарчук. А Мирчика, люди, где я «Розовый вечер» первый раз спел именно в 89-м году в Кишиневе, откуда ты, именно в Зеленом театре. Это была премьера песни. И только через несколько дней мы с Юрой ее спели и в утренней почте ее показали. В каком году была создана группа «Ласковый май»? И кто был ее первыми участниками? Группа «Ласковый май» была создана в сентябре месяце. Первая гастрольная деятельность началась с сентября в городе Алма-Ате. И входили те же самые лидеры, кто сейчас во главе. Это Юра Штунов, Костя Пахумова и я. Скажи, какая песня была первая и где она впервые прозвучала? Она прозвучала в 86-м году в исполнении Юры Штунова «Седая ночь». А так, в общем, хронометраж трудно проследить. Сейчас написано 70 песен и мы уже потеряли счет. Это очень много разговаривали о том, что в группе есть ребята из детдома. Кто это? Ну, фамилии не буду называть. Из 40 участников сегодняшней студии 25 детдомовских ребят. Очень много, называть трудно. А с чего складывается то отношение, бывает складывается то отношение в прессе, которое сейчас негативное к вам? От чего это? Из-за зависти. Зависть? Конечно, зависть и наши суперзвезды, суперстар, суперстарые звезды. Не хотят уходить со своих позиций и не любят конкуренции. Стараются всеми средствами, своими друзьями, кому они платят уже 20 лет за хорошие статьи, задушить нас. Вот элементарный способ. Но мы сдержимся и дадим им бой еще. Пусть ищут другие методы. А какие способы вы отбираете в студию? По всем данным творческим, чтобы отвечали все творческие данные. Ну как вы их находите? Сейчас, например, 26 мая будет творческий отбор. Мы объявили клич по всему Советскому Союзу. Мы должны набрать 60 человек. Посоветую присылать по адресу Москва К9 свои записи. Если мы что-то услышим интересное, то мы напишем, пригласим этого человека работать к нам. А возраст? Желательно до 20. До 20. А пол? Пока у нас только мужской пол. Потому что все-таки у нас ребята. Ну, будем смотреть на то, чтобы водить и девочек. Но пока это очень сложно. Чисто из-за каких-то вот таких организационных вопросов. Андрей, еще вопрос. Вот часто говорят, что ваша музыка для определенного возраста. Это так? Думаю, что нет. У нас совершенно разная аудитория. Вы можете убедиться. По залу. Совершенно разная. Трудно даже предсказать. Какие у вас ближайшие планы? Ну, ближайшие планы. 150 концертов на Украине. В Молдавии и Белоруссии. Вы знаете, у нас очень часто спрашивают, сколько же все-таки написано песен. Вы знаете, с сентября месяца мы написали уже 70 песен. И по итогам хит-парада ТАСС наша группа вышла пока в первое место. Очень много людей спрашивают обычно, какая самая новая песня, самая последняя. И я хочу вас обрадовать. Дело в том, что песня, которую я сейчас хочу исполнить вам, она не то, что самая последняя. Эта песня будет 28 числа, если мы, конечно, ее не сглазим. В утренней почте. И пить мы ее будем вдвоем с Юрой Шатуновым. Так что я всех приглашаю к экрану телевизоров. Итак, премьера песни. Закат окончил теплый летний вечер, Остановился на краю с земли. Тебя я в этот вечер не замечу. Был живые, не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы. И слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану Заглядывать в окно. Как хочешь, почливи. Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, Смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпят твои, Пусть доверяют тайны свои. Больше не надо Мне этих бед. Не буду больше надо мной смеяться, Из твоего подъезда, пацаны. Не нужно по ночам с тобою шляться, Уж лучше посмотреть, пока у нас сны. И розовый закат, и летний вечер, Вполне со мной согласны, так и знай. Ты можешь верить мне, ни за что на свете Не подойдут к тебе. Заглядывай, не забудь, не вспоминай. Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, Смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпят твои, Пусть доверяют тайны свои. Больше не надо Мне этих бед. Пусть все насмешки терпят твои, Пусть доверяют тайны свои. Больше не надо Мне этих бед. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Давайте немножечко веселей Со мной вместе Еще раз привет, кто запомнил. Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер, Пусть провожает розовым взглядом, Смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпят твои, Пусть доверяют тайны свои. Пусть все насмешки терпят твои, 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 ПОДПИШИСЬ! 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 Вы понимаете, историю всех этих «Но вы, как директора — дебилы, Я бы вас уволил всех. Я знаю, что вы сейчас будете артистов настраивать, что Разин сумасшедший и так далее. Но страдают-то артисты. На официальных каналах все блокируется. Сергей, получается, Лазарев вор, Амирчик вор, канал ТНТ воры. Целая компания, там почти 8 продюсеров НТВ, уважаемого канала, как вы считаете. И Федя Бондарчук, все воры. У вас клеймо воров, потому что ваши директора это женщина национальности непонятной какой, которая подписала слово пацана договор. Субтитры создавал DimaTorzok Она подставила этот фильм. Хороший фильм, который не увидит прокат большой. Крупные компании отказываются от вас и откажутся. Хочу вас всех поздравить с наступающим Старым Новым Годом. Еще раз те документы, которые я вам показал. Кстати, договор с Русланом Филатовым впервые я вам показываю. Также вам показал справку на имя Костицыной именно 11.05.2021, где подтверждается, что Кузнецов все-таки психически больной человек и постоянно лежит на профилактике первой психиатрической больницы. Это не говорит о том, что я не уважаю Сергея. Я его уважаю. Но в какой плане того, что он больной человек и он судом признан и он отнес наказание именно в виде лечения, но и лечение может быть не помогло. Поэтому в 21-м году, в 12-м он совершил преступление, в 21-м он еще одно совершил. И они его освободили также по этому поводу. А вот когда Малахов заманил его в Москву обобрать мать, тут никто ничего не помог. Андрей Малахов, ты говоришь, что ты любишь женщин, что ты любишь бабушек, стариков, что ты за правду. Но как же ты мог вступить в банду Кущевского, обитателя, который родился в Кущевке, который жил в Кущевской этой мафии, который обобрал и на тот свет отправил людей. Как ты мог в эту банду вступить? И ты это вступил только из корыстной цели, получить Юра Шатунова и свою минуту славы. Гореть в аду будешь всегда со всей своей командой. Если что-то с Валентиной Алексеевной случится, повинен в ее смерти именно только ты. Потому что ты заманил Сергея Кузнецова и только с помощью тебя они его облапошили. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok